Первый день фестиваля начался с показа фильмов и реальных историй. Среди главных героев были и рязанцы. Вот один из кадров документального кино. Режиссер картин говорит, что ему хочется передать те истории, которые так часто бывают далеки от понимания многих людей. В которых один человек может пройти через инвалидность, детский дом и тем не менее добиться больших результатов, минута славы, участия в Паралимпийских играх. Есть момент того, что эти фильмы мотивируют этих детей стать кем-то дальше. Я надеюсь, что это возможно произойдет. Подобные картины показывают по всей стране в рамках проекта по поддержке детей из детских домов. Одна из основных задач этого проекта – просвещение общества, государства, СМИ о том, что у воспитанников детских домов есть трудности на выпуске, самостоятельность, оплата жилья, учеба, контакт с родителями, с обществом. Многие не справляются с этим, потому что сложности начинают угнетать. У вас в Рязанской области есть уже ряд организаций, которые реструктуризировались и стали заниматься не подарками в детских домах, а конкретным наставничным сопровождением детей. Это только в Рязанской области. Сейчас в России открываются и наставнические центры, и появляется наставническое сопровождение, потому что ребенку очень сложно самостоятельно справиться с трудностями, ему нужен в хорошем смысле поводырь. По всей России уже не первый год показывают такие картины. Конечно, большое внимание уделяют именно детям, оказавшимся в детском доме или в сложной ситуации. Но и для любого человека фильмы становятся сильным мотиватором. В этот день рязанские школьники посмотрели несколько картин. После каждой из них они могли обсудить друг с другом и с руководителями проекта все интересующие их вопросы. Для любого ребенка важно понимание того, как могут жить другие люди, почувствовать ценность своей жизни и понять, как можно помочь тем, кто в этом нуждается. Не дарите игрушки, а дарите себя, свое внимание, поддержку и заботу друг другу. Вот девиз этого проекта. Именно время, потраченное на другого человека, порой помогает даже спасти ему жизнь.